Звучение голоса истории. Из года в год в Ульяновске проводится музыкальная акция «Хор Победы», которая становится для школьников знаком памяти о нашем великом прошлом. Несколько месяцев учащиеся готовились к концерту, чтобы вместе почтить тех, кто сражался за мир и благополучие нашей страны. Подробности в материале Дарьи Цибиной. Музыка имеет удивительную способность объединять людей во все времена. В годы войны она становится утешением, поддержкой и надеждой для солдат. В наше время призвана сохранить и передать наследие поколениям. Песни тех лет до сих пор живы. Они несут себе историю и дух тех времен. И дети, исполняя военные песни, проникаются сочувствием, гордостью. Это очень великий праздник для нас и для нашей страны. Мы решаем показать этим выступлением то, что вот эту вот победу, вот это счастье. Мы исполняем сегодня песню из фильма «Небесный тихоход. Пора в путь дорогу». Это песня о том, что солдаты в трудные им времена, именно летчики, в тоже такие вот минутки, когда они могли, может, отдохнуть, тоже, возможно, пели и танцевали. В честь Великого Праздника Победы из уст школьников прозвучали и известный вечер на рейде «Огонек. Хотят ли русские войны?». Патриотическая акция «Хор Победы» ежегодно объединяет голоса ульянских учеников. А в этот раз к ним еще присоединились школьники из Луганской Народной Республики. С помощью видеосвязи они вместе с гимназистами исполнили песни, создав тем самым атмосферу единства и сплочения. «Музыка с первых дней войны шла рядом с солдатом. Она помогала, она поднимала на бой, она после боя успокаивала. Она помогала вспомнить, пережить разлуку с любимыми, со своим домом, с детьми. Ну и сопереживая через исполнение песни, дети проникают с этим настроением и этими чувствами». Музыка, объединяющая спустя годы, стала для детей особым голосом памяти. И незнакомые далекие прапрадедушки и бабушки стали ближе. Они ведь также любили, страдали, чувствовали боль и радовались жизни, как сегодня делают их потомки. Дарья Цибина, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Дарья Цибина, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск.